Нижегородская область 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 3 миллиона человек, то есть в 3 раза увеличить туристический поток к 2020 году, это задача достаточно сложная и напряженная. Сегодня у нас чуть более 1 миллиона человек. И конечно, подписав соглашение, которое мы сегодня, а таким образом согласовав программу подготовки кадров для туриндустрии, мы конечно же делаем важный шаг в решении этой задачи. 2018 год, чемпионат мира и сам по себе самоценные события для региона уникальны, для любого региона мира причем, потому что принимать у себя игры чемпионата мира удается не только небольшому количеству городов, но и небольшому количеству стран, как мы знаем. Поэтому, конечно, мы должны подготовить это мероприятие с самой высокой точки зрения, для этого нам нужны очень грамотные и квалифицированные кадры и ательеров, и гидов-переводчиков. И будет очень много других людей, которые работают на этом событии, поэтому мы, конечно, должны сделать значительный шаг вперед в подготовке кадров. И чемпионат мира нам позволит, конечно же, открыться всему миру. И если мы проведем ее на очень высоком уровне организационном, если будем организовать хороший, квалифицированный, профессиональный прием наших гостей, сможем организовать их пребывание здесь, таким образом мы, конечно же, заложим для себя очень серьезную базу для увеличения туристического потока на многие последующие годы. Поэтому я от лица правительства хочу сказать благодарность в адрес нашего лингвистического университета Борису Андреевичу. Слова отдельной благодарности, потому что они берут на себя очень сложную, очень серьезную и достаточно сложно выполнимую с профессиональной точки зрения задачу подготовить целую индустрию для приема гостей Нижегородской области. Подготовить с точки зрения грамотности, ведь там не только язык, не только изучение языка, там будут преподаваться и профессиональные навыки для того, чтобы выполнять вот эти сложные профессиональные функции. Поэтому надеюсь, что это соглашение поможет нам реализовать очень серьезную программу. Прекрасно понимая, что подписать соглашение – это самое легкое в реализации всей этой программы. Впереди большая работа, которую мы совместно должны выполнить. Спасибо. Дальше у нас по повестке дня. К сожалению, мы во времени очень ограничены. Вопрос туризма и развития туризма, подготовки кадров, вообще индустрия, он требует большего внимания и большого времени. Я надеюсь, что не только в рамках бизнес-саммита мы продолжим эти дискуссии, но сегодня буквально с коротким сообщением. Борис Андреевич, Высовец Жигарев, о создании центра комплексно-профессионального юридического сопровождения въездного туризма и социально значимых международных предприятий. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Евгений Борисович, Максим Юрьевич, все присутствующие. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области за сотрудничество и оказание высокого доверия в подготовке кадров для индустрии туризма и гостеприимства со знанием иностранных языков в период подготовки к чемпионату мира 2018 года, но и в дальнейшем не только к чемпионату мира, потому что туризм, я уверен, будет развиваться и будет необходим и после чемпионата мира. И здесь Нижегородская область должна быть на высоте и вообще, как говорится, впереди планеты всей. Наш университет, я хотел бы напомнить, присутствующий является первым университетом Нижегородской области, который начал еще с начала 2000-х годов готовить специалистов в области туризма, в области гостеприимства и туристического бизнеса. В рамках подготовки к столь масштабному международному событию, конечно же, возрастает потребность специалистов со знанием иностранных языков. В настоящий момент мы предлагаем 12 иностранных языков в рамках основных и дополнительных образовательных программ, в том числе и таких, но пока относительно экзотических языков в Нижегородской области, как китайский, тайский, японский, турецкий, а также языки Восточной Европы, польский и сербский. Как региональная площадка общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма в Российской Федерации, НГЛУ реализует актуальные программы дополнительного профессионального образования. И Евгений Борисович был совершенно прав, что вот этот центр, которым сегодня будет небольшая презентация, это не только подготовка специалистов со знанием иностранных языков, а именно тех специалистов в области туризма, которые занимаются прежде всего и проявляют свои профессиональные качества. Компетентность сотрудников туристических организаций является, конечно же, залогом высокого качества туристического продукта. И об этом говорится в последних выступлениях членов правительства и президентской команды. Я думаю, что эти задачи с успехом будет осуществлять и Нижегородская область. Деятельность Центра комплексного профессионального лингвистического сопровождения, въездного туризма и социально значимых международных мероприятий, НГЛУ, помогает представителям этой индустрии не только пройти повышение квалификации, переподготовку, что является крайне важным, но и получить дополнительные услуги, связанные с лингвистическим обеспечением всей системы въездного туризма Нижегородской области. Ну а более подробно о центре, задачах и тех программах, которые мне предлагает, расскажет профессор лингвистического университета Светлана Анатольевна Колобова. Пожалуйста, Анатольевна. Спасибо. Ваши мои коллеги, мы предлагаем очень короткую презентацию, которая свидетельствует о том, что из себя представляет основная деятельность Центра. Пожалуйста, следующий слайд. Мы на сегодняшний день хотим подчеркнуть, что университет является региональной площадкой общенациональной системы подготовки кадров. Если внимательно посмотреть, то на сайте нашего университета мы сделали скриншот, вы можете найти полную информацию обо всех программах, которые мы предлагаем. Как программы с изучением иностранного языка, так и программы без изучения иностранного языка, но позволяющие получить документы представителям туриндустрии, которые сегодня полностью соответствуют требованиям нового федерального трудового законодательства. Мы хотим сказать о том, что особыми преимуществами нашей программы является следующее. Первое – это гордость нашего университета, это экспертная оценка и мнение специалистов туриндустрии и, прежде всего, комитета по туризму и индустрии гостеприимства торгово-промышленной палаты Нижегородской области, которой руководит Татьяна Вадимовна Смайл, присутствующая здесь. И мы хотим сказать о том, что их участие на уровне непосредственного научного руководства работами наших выпускников, участие в государственной аттестационной комиссии – это тоже высокая оценка нашей работы. Кроме этого, мы предлагаем возможность общения с носителями иностранных языков. У нас очень гибкие формы обучения, как дистантное обучение, так и стационарное. И прежде всего, хотим подчеркнуть, что по итогам слушатели получают не только документ нашего университета, но и сертификат Ростуризма. Это очень важно сегодня. Далее мы говорим о том, что вот эти 12 иностранных языков, которые здесь перечислены, обеспечивают возможность действительно предлагать уникальные услуги на территории Нижегородского региона. Мы сталкиваемся очень часто с тем, что экскурсоводами по Нижегородскому Кремлю являются китайские экскурсоводы. Это крайне недопустимо. Поэтому наша задача сегодня – подготовить специалистов наших, наших с вами земляков, которые знают историю Отечества и будут говорить это на иностранных редких языках. Если посмотреть на комплексные программы, то они касаются только лингвистической подготовки. Далее очень интересное направление, и нас Ростуризм в этом поддержал. Мы обеспечиваем программы по обучению правилам безопасности в проведении массовых мероприятий. Особый акцент делается на подготовку кадров для работы с так называемыми представителями инклюзивного туризма, то есть с людьми с ограниченными возможностями. Это тоже сегодня очень актуальная тема. Ну и, конечно же, навыки межкультурной коммуникации, которые позволяют правильно и грамотно принимать гостей с тем, чтобы они захотели вернуться на нашу нижегородскую землю. Мы хотим сказать о том, что особый акцент, делая на работу с инклюзивными туристами, с ограниченными возможностями, мы даем не только знания психологии, маркетинга, межкультурной коммуникации, но и еще особые знания, связанные с таким комплексным подходом, в том числе и медицинского характера. Мы особое внимание обращаем на то, что в период проведения массовых мероприятий возрастает проблема или потребность в знании специфики тех наций и народностей, которые приезжают на территорию региона. Нужно честно сказать, что не все сегодня готовы принимать представителей другой культуры со своими специфическими особенностями выведения на улице, в общественных местах. Поэтому сегодня крайне важно обычному экскурсоводу или руководителю компании знать, каким образом реагировать на поведение тех наших гостей, которые для нас были никогда не знакомы и неизвестны. Все, что касается системы безопасности, это тоже сегодня, к сожалению, стала очень актуальной проблемой. Это проблема и самого проведения массовых мероприятий, и безопасности в местах проживания, и в местах массового скопления населения. Поэтому мы предлагаем услуги для служб ГИБДД, МЧС, страховых компаний, медицинских учреждений, то есть чтобы специалисты, которые будут работать в этой сфере, знали тоже определенные элементарные базовые навыки и межкультурной коммуникации, и языка. Далее мы хотим сказать, что университет предлагает возможности для лингвистического сопровождения внешней городской среды. Мы говорим о том, что университет может оказывать содействие в переводе различных указателей, знаков, карт, информационных носителей для того, чтобы провести грамотную лингвистическую экспертизу, чтобы нам не было стыдно перед гостями в знаках препинания, грамматических ошибках и так далее. То есть университет в этом отношении может оказывать переводческие услуги всем компаниям, которые хотят перевести свои буклеты, сайты на иностранные языки, и это мы сделаем достаточно качественно. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы вот этот комплекс из шести позиций, представленный здесь, действительно работал на благо нашего региона, и этот центр был абсолютно нужным и полезным, чтобы это не была некая созданная структура, оторванная от реальности. Мы начинаем свой набор на все наши программы в конце октября в нашем Нижегородском государственном лингвистическом университете, и сегодня у вас есть информационные материалы с нашими контактами, которые позволяют задать любые вопросы. Здесь присутствует административный координатор этой программы, Инна Владимировна Елизарова, это сотрудник нашего университета, поэтому вы всегда можете к нам обращаться, мы ответим на все ваши вопросы и надеемся на сотрудничество с нашей властью, с нашим бизнесом и с теми людьми, которые сами просто хотят узнать много интересного о нашем городе и поделиться информацией с гостями. Большое спасибо. Спасибо, Слава Анатольевна, такую информацию. Действительно, очень важно было замечено, что в индустрии гостеприимства, может быть, мы забываем, и органы власти другие, и милиции, и МЧС, это действительно с гостям приходится контактировать, и больницы, и страховые компании с этими людьми. Может быть, у кого-то есть вопросы по итогу докладов, по итогу презентации, которая была очень хорошо. В процессе работы такие вопросы возникнут, и если они возникают, вы можете смело обращаться в правительство Нижегородской области, в наше министерство, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства, ну а теперь уже в Лингвистический университет в рамках реализации этого соглашения. Тогда на этом процедуру подписания соглашения заканчиваем. Спасибо вам всем за участие. До свидания, удачи в работе.